Отчетная гонка Каждый их которых стремился оказаться на острие Наиболее успешным в собственных стремлениях оказался Мушайрюб, выступавший под руководством Джеральда Авранча Почти на одном уровне с ним скакал Боарис Жакея Хесуса Розалеса, а чуть подальше расположились Джаб Яхут с Ричардом Маленом в седле Есаджиб, на котором выступал Сэм Хичкот Остальные участники состязания сформировали общую группу и следовали за лидерами на некотором отдалении К середине пути особых изменений в диспозиции лошадей не наблюдалось и публика на трибунах, с волнением ожидала развития событий при выходе на финишную примену Их чаянием суждено было сбыться, ведь Боарис ощутимо замедлился, растеряв былой запас свежести, не следовало быть провидцем, чтобы предвидеть активизацию его конкурентов, которая последовала незамедлительно Муша Ирюб тем временем попытался оторваться, но был настигнут Джаб Яхудом, с которым и повелочную борьбу за первую строчку Оба участника данного дуэта были застигнуты врасплох стремительным прорывом Эсаджиба, который обошел их по внешнему радиусу и моментально убежал вперед, чем по сути, гарантировал себе победу Несколькими секундами позже он пересек финишную черту, зафиксировав на секундомере победное время в минуты Преимущество над ближайшим преследователем составило шесть корпусов После утомляющей борьбы, на второй позиции очутился Джаб Яхуд, который буквально на половину корпуса опередил Муша Ирюба Еще на корпус с четвертью от последнего отстался афиналь риф Жакея Фернандо Хары Данной парочке также удался хороший финишный спорт, но они слишком поздно избавились от опеки основной группы Замыкать пятерку сильнейших выпало Афматогатрису, находившемуся еще на восемь с половиной корпусов дальше Фото, Стивен Понт, Импекс